Из просто горячего региона Северная Африка превращается в раскаленный до красна очаг войны. Уже два дня в Ливии проводят военную операцию силы Объединенной Коалиции Стран Запада. По сообщениям иностранных СМИ, британская спецслужба МИ-6 предупредила окружение полковника Муаммара Каддафи о том, что лидер ливийской Джамахири будет ликвидирован, если не откажется от власти добровольно. Сам Муаммар Каддафи на это заявление пока не отреагировал, но ранее пообещал Западу долгую войну. Реакция международного сообщества на действия западных союзников неоднозначна. Генеральный секретарь Лиги Арабских Государств Амар Муса подверг критике ракетные и авиаудары Западной Коалиции по объектам в Ливии, заявив, что они выходят за рамки провозглашенной цели. Премьер-министр России Владимир Путин также осудил действия Объединенного Командования. Резолюция Совбеза является неполноценной и ущербной. Она разрешает все и напоминает средневековый призыв к крестовому походу. Фактически она позволяет вторжение в суверенную страну. В Каире на известной площади Тахрир проходит митинг против вторжения в Ливию. По данным информагентства Францпресс, участники акции напали на генсекретаря ООН Пан Гимуна. Действия митингующих заставили его укрыться в стенах штаб-квартиры Лиги Арабских Государств. В минувший четверг Совет Безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую возможность проведения иностранной военной операции для защиты населения Ливии от войск лидера страны Муаммара Каддафи. Операция началась в субботу. В ней принимают участие США, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Катар. К ним вскоре присоединятся Бельгия и Испания. Силы коалиции уже выпустили по объектам ПВО Ливии свыше 120 крылатых ракет «Тамагавк». Последний запуск произошел в воскресенье вечером, уже после того, как ливийские власти заявили о прекращении огня. Война продолжается. По данным правительства Джамахирии, погибли более 60 человек. Западные страны эти данные не подтверждают. Кроме того, по сообщениям турецких и немецких СМИ, погиб один из сыновей Муаммара Каддафи Хамис. Это произошло в субботу. Смерть наступила от ожогов. Сегодня утром в столицу Йемена введены танки. Бронетехника замечена у президентского дворца Центрального банка Йемена и Министерства обороны. Какие задачи поставлены перед военными, не сообщается. Владимир Полуев, телекомпания АТВ.